Спасибо, уважаемые коллеги. Теперь приступаем к работе. Прошу обратить ваше внимание на название сегодняшней конференции «Архитектурная основа безопасности». Это прямо в текущих условиях очень важно, потому что выясняется, мы как эксперты в информационной безопасности очень хорошо понимаем, что сегодняшние подходы к информационной безопасности, они, к сожалению, не спасают. Угроз меньше не становится. Индустрия работает в поте лица, ночами не спит, разрабатывает все новые и новые технологии защиты, а ощущение такое, что угрозы только растут. Угрозы и проблемы только растут. И поэтому перейти с наложенных средств безопасности, антивируса, антидодоса, фейервола, миллионы этих технологий, которые не в полной мере защищают, перейти к настоящему делу, можно так сказать. А дело это, с нашей точки зрения, заключается в том, чтобы научиться разрабатывать софт, ну не только софт, а вообще информационную систему, так, чтобы они вообще не требовали дополнительных средств безопасности. А прямо вот изначально пишет кто-то там веб-сайт или там бухгалтерию, и он пишет его так, что какие бы хакеры его не хакали, какие бы там пентестеры его не пентестили, а он все равно стоит как скала и выполняет свою основную работу. Вот в чем задача. Поэтому и называется «Архитектурная основа безопасности». И начинается наша конференция с такого концептуального, я бы сказал, доклада о доверенной среде исполнения, как она правильно называется. Константин Карасев, открытая мобильная платформа. Прошу. Здравствуйте, доброе утро. Хочу всех поприветствовать и поблагодарить, что так рано действительно проснулись, пришли послушать наш доклад. Меня зовут Константин Карасев. Я в компании «Открытая мобильная платформа» занимаюсь разработкой двух проектов. Это Aurora TI и Aurora SDZ, то есть доверенная среда исполнения Aurora и средства доверенной загрузки Aurora. И также веду рабочую группу по разработке проекта национального стандарта доверенной среды исполнения. Об этом сейчас поговорим подробнее. Начнем с предпосылок появления вообще этого проекта. Затем расскажу о структуре стандарта, естественно, о текущем статусе работ и немножко в конце о применении стандарта, о том, как мы его планируем применять, когда он, собственно, выйдет. Итак, наверное, надо начать с того, что такое вообще доверенная среда исполнения и что мы вкладываем в это понятие. То есть основное назначение доверенной среды исполнения это изоляция вычислительных ресурсов и периферии для доверенных вычислений. Под доверенными вычислениями мы понимаем достаточно широкий круг задач, начиная с криптографии и до, в общем-то, любых прикладных вычислений, которые требуют достаточно высоких условий для своей работы, предъявляют высокие требования к безопасности, которых может быть даже недостаточно в основной системе. То есть вторая отличительная особенность, то есть мы предполагаем, что доверенная среда исполнения, она не сама по себе, она на устройстве, в любом устройстве занимает место рядом с некой универсальной средой исполнения, к которой мы привыкли, это операционная система либо еще какая-то вычислительная среда. Понятно, что доверенная среда, она должна в целом служить для уменьшения поверхности атаки, то есть это какой-то замкнутый контур, который содержит вычислительные ресурсы, код, периферию и так далее. И таким образом мы в системе получаем дополнительный слой защиты, безопасности никогда не бывает слишком много, то есть всегда хорошо иметь возможность даже в самом защищенном месте и иметь еще маленький-маленький сейф, куда можно положить что-то совсем ценное. Тут хорошо мы разработали доверенную среду, возникает вопрос, а как подтвердить ее доверенность? То есть понятно, что нужно обратиться к своим коллегам, к экспертному сообществу, показать им свое решение, они его каким-то образом оценят, укажут на недостатки и подтвердят заявленные достоинства и свойства. Все это в принципе мы знаем как сертификацию. Мы сертифицируемся по каким-то требованиям, которые оформлены так или иначе в какие-то нормативные документы. То есть, например, существует целый ряд спецификаций от консорциума Global Platform, который в том числе покрывает доверенные среды исполнения. Но это понятно, что не во всем мы можем следовать иностранным каким-то стандартам и лучше бы иметь свои. Мы можем разработать собственное задание по безопасности и его выполнить, но здесь возникает тот же вопрос. Полноты нашего задания по безопасности, кто его провалидирует, кто докажет, что наше задание по безопасности было полным. Другой вариант – это отечественная регуляторная база предлагает набор так называемых профилей защиты для различных типов операционных систем, для средств доверенной загрузки. Но с профилями защиты такая ситуация. Если мы берем профиль на средства доверенной загрузки, то доверенная среда исполнения, она, да, начинается с доверенной загрузки, но она как бы далеко выходит за ее рамки. А если мы будем брать профили защиты на операционные системы, то мы столкнемся с тем, что требования на операционные системы и предполагаемый функционал этих операционных систем он значительно шире может оказаться, чем требуется для доверенной среды исполнения, потому что мы в доверенной среде исполнения пытаемся минимизировать объем функционала, чтобы уменьшить количество кода, сделать его более контролируемым и верифицируемым. Можно написать требования по безопасности. Собственно, мы начинали именно с этого. То есть мы для нашей операционной системы доверенной среды разработали требования безопасности, обратились с ними к регулятору. Но, скажем так, регулятору не хватило этих требований. И нам предложили разработать полномасштабный национальный стандарт по доверенной среде исполнения, потому что мы, как разработчики операционной системы, мы, естественно, больше упор делаем на безопасность программную, на операционную систему. Но доверенная среда исполнения выходит за рамки, потому что она требует какой-то аппаратной основы для доверенности, для построения. Ну и, собственно, фактически мы приходим к тому, что сейчас доверенные среды исполнения, они на самом деле широко применяются, они разрабатываются, широко применяются в IT-решениях, в целях повышения безопасности. Фактически мы уже имеем факт, что доверенные среды используются как стандарт де-факто. В построение доверенных сред исполнения вовлечено большое количество отраслей IT-индустрии. Это и разработка системных компонентов, это разработка аппаратных платформ, это разработка, собственно, приложений и сервисов, которые предназначены для работы в доверенной среде. И, более того, существует достаточно широкий спектр технологий, которые позволяют построить в системе доверенную среду исполнения. Ну и, вообще говоря, даже мы сталкивались с тем, что разные компании, разные специалисты, эксперты немножко по-разному трактуют, что такое доверенная среда исполнения. И мы видим необходимость в том, чтобы прийти к какому-то общему пониманию все-таки, что это такое, то есть выработать набор отличительных черт доверенной среды исполнения и как-то их перечислить, описать. Ну, собственно, вот совокупность всех изложенных фактов привела нас к выводу, ну, не только нас, а и регулятора, что нужно работать над отдельным стандартом, который бы определял, что такое доверенная среда исполнения. Ну, в принципе, аудитория стандарта, она понятна. Это разработчики доверенных сред, исполнения программного обеспечения, которое в виде сервисов должно работать в доверенной среде. Очевидно, что не безинтересно. Это будет также разработчикам аппаратных платформ. Ну и в целом, да, разработчикам информационных систем желательно понимать, как они могут использовать доверенные среды и какие-то компоненты своих систем с доверенными средами в их составе для построения информационных систем. Собственно, исходя из этих же предпосылок, мы предполагаем следующую структуру стандарта. То есть сейчас мы работаем над общими положениями, готовим документы по общим положениям, из которых, вернее, эти общие положения должны будут уточняться требованиями к системному программному обеспечению в доверенной среде, к прикладному программному обеспечению аппаратной платформе и к каналу взаимодействия между универсальной средой исполнения и доверенной. То есть мы не забываем о том, что доверенная среда исполнения сама по себе не самодостаточна, она служит как сервисная платформа для универсальной среды. Ну и ко всему этому набору требований мы предъявляем требования по безопасности. Таким образом, проект стандарта должен определять необходимый набор свойств доверенной среды исполнения, цели ее применения. Вводить некоторые архитектурные рамки построения доверенной среды. Мы постарались так аккуратно это определить, чтобы не вносить излишних избыточных ограничений на построение архитектур. Понятно, что нужно описать особенности функционирования доверенной среды. Ну и в качестве больше предложения мы предлагаем некоторые варианты аппаратной и программной архитектуры доверенной среды исполнения. Ну и ряд необходимых требований, которые доверенная среда исполнения должна выполнять, иначе она не будет доверенной. При этом стандарт не ограничивает, и мы постарались это максимально зафиксировать, когда работали над документом, что стандарт не должен ограничивать ни отрасли применения доверенных сред исполнения. То есть они не должны ограничиваться мобильными устройствами, серверами или еще чем-то одним. То есть мы хотим, чтобы это была достаточно универсальная технология, которую можно было бы применять для различных назначений. Также мы не ограничиваем выбор технологий для реализации доверенной среды исполнения. Ну это бы автоматически привязало бы нас к какой-то платформе. Мы не хотим выделять никакую платформу, поэтому технологии для реализации мы также не диктуем в стандарте. Ну, соответственно, выбор архитектуры процессора тоже не должен никаким образом диктоваться. Ну, так же, как, в общем-то, и список сервисов и поддерживаемые периферии. То есть здесь разработчики должны исходить из конкретных своих потребностей, когда они проектируют и реализуют свой вариант доверенной среды исполнения. Ну, собственно, как и любой стандарт, наш должен пройти определенные этапы. Обычно это начинается с работы в рабочей группе по стандарту, где уточняются какие-то определения, тезисы и так далее. Далее, когда рабочая группа готова согласовать и согласует проект, он переходит на рассмотрение в подкомитет, где уже более широкая аудитория может высказать свои замечания, пожелания, а, соответственно, разработчики стандарта учесть их в своем проекте стандарта. Дальше документ выходит уже на обсуждение в техническом комитете, который завершается голосованием за проект. И если голосование для стандарта успешное, то стандарт публикуется и вводится в действие. Говоря о рабочей группе, не могу не упомянуть и не поблагодарить коллег, которые участвовали в этой работе. Мы постарались рабочую группу сделать достаточно сбалансированной, чтобы туда попали разработчики из всех отраслей IT. То есть здесь и системная разработка, и фундаментальные работы в области системного ПО, и разработка средств защитной информации, то есть, собственно, сервисный, такой достаточно прикладной уровень. И также к нам присоединились разработчики, собственно, микропроцессоров, это компания Байкал и Ядро. Ну и, собственно, да, говоря о статусе, статусе стандарта, сейчас согласование проекта стандарта в рабочей группе завершено. Документы переданы в секретариат технического комитета и должны рассматриваться, готовиться, да, и рассматриваться их готовность к обсуждению о подкомитете. Ну, а дальше, согласно плану, мы должны пройти где-то ближе к середине-концу этого года рассмотрения подкомитета и доработку документов. И в следующем году уже выйти на голосование за стандарт в техническом комитете, ну и, собственно, к публикации и вводу в действие стандарта. На этом, на самом деле, работа не заканчивается. И, как было видно из структуры, первый документ, общие положения, он является только таким началом, таким зонтиком для целой серии нормативных документов. Это требования и к аппаратной платформе, к операционной системе. Работу над требованиями к операционной системе мы уже начали. Работу по остальным документам мы, как бы, предлагаем, на самом деле, коллегам в профильных отраслях как-то начинать думать об этом и, возможно, готовиться. Потому что, например, по требованиям к аппаратной платформе или, например, к каналу взаимодействия мы, наверное, хотели бы, чтобы эти документы разрабатывались в сотрудничестве с другими организациями, для которых эти направления, так сказать, более профильные, чем для нас. Мы все-таки компания, которая разрабатывает операционные системы в первую очередь. Собственно, зачем нам все это нужно? Операционная система Aurora сейчас может работать на большом количестве устройств. И это количество устройств на самом деле растет уже как будто лавинообразно. Их становится все больше и больше. И доверенная среда исполнения, она также на многих из этих устройств уже способна работать. И тут отмечены эти устройства. Соответственно, для того, чтобы говорить о том, что наша доверенная среда исполнения, она действительно выполняет свою функцию, нам бы хотелось иметь некий стандарт, в соответствии с которым мы могли бы проходить аттестацию, какую-то валидацию нашего решения в экспертном сообществе. Ну, да, немножко о применении доверенной среды. То есть мы применяем доверенную среду исполнения в системах с OS Aurora и Aurora TE. Понятно, для криптографических операций, для поддержки финансовых сервисов, для аутентификации пользователей, контроля целостности основной системы. И также мы предоставляем такой сервис, мы его называем TE Keystore. Это сервис для удобной работы с ключами и связано управление доступом и работа с криптографией. То есть все это завязано на один сервис, который работает в изолированной среде и в целом повышает безопасность всей системы. На этом у меня все. Спасибо. Так, есть ли вопросы? Десять секунд. Да, коллеги, пожалуйста, вопросы. Только попрошу очень коротко. Спасибо. Нет, коллеги, коллеги, пожалуйста, вопросы. Вы использовали наработки, которые были сделаны по безопасности, надежности, обеспечению качества, защиту данных, защиту больших данных и так далее, которые были проведены до создания этого стандарта доктором технических наук, Рипаевым, Владимиром Васильевичем. Использовали все эти работы? У него было 50 работ по этой тематике. Ну, могу сказать, что напрямую, скорее всего, нет. У него было замечающим образом это все определено. Просто пообещайте, пообещайте. На самом деле спасибо. Мы действительно ознакомимся. Я считаю, что это. Да, надо знать. Я считаю, что это невозможно. Конечно, никак. Все, замечательно. У нас есть еще вопрос. А на свою жизнь этим теперь хотите? Екатерина, мы долг Липаеву отдадим обязательно. Докладчик пообещал его посмотреть. И мы переходим к следующим вопросам. Надо. Спасибо. Синяликов Евгений. Вопрос такой. Если мы говорим о стандарте национальном доверенном среду исполнения, то, наверное, предполагается соответствующая модель угроз, которая предполагается за вот этими фразами, требованиями, где-то вы проговариваете и ответную часть, которая строится вся эта история? В общих положениях нет. Я думаю, что модель угроз мы рассмотрим в документе по требованиям безопасности. Скорее всего, скорее всего, там будет уместно. Объясню. Модель угроз будет разной совершенно точно для мобильного устройства, сервера, персонального компьютера, ну, десктопа, да. И даже у десктопа и ноутбука у них разная модель угроз и модель нарушителей. Модель нарушителя будет отличаться в зависимости от паттернов использования устройства. То есть это персональное устройство, это устройство корпоративного флота, которое доступно широкому кругу сотрудников. Опять же, сотрудники могут использовать устройство совместно, либо каждый лично. В этом случае, я думаю, модель угроз должна строиться уже, когда мы готовим описание доверенной среды на сертификацию. Вот тогда, наверное, уместно говорить о модели угроз и в соответствии с этой моделью выстраивать механизм безопасности, который мы реализуем. Раскорниев, Артем, вы не упомянули, я вот, или я, может, пропустил, модель обновления доверенной среды исполнения. Как вопрос такой, как удастся избежать заморозки некого сертифицированного доверенной среды исполнения? Вот вы ее создали, каким-то образом получили информацию о том, что она доверенная среда исполнения, и она в этом состоянии будет, так сказать, постоянно устаревать, она в этом месте замораживается. Вот сценарий обновления каких-то компонентов, и что произойдет, допустим, если в каком-то из компонентов обнаружена какая-нибудь, допустим, критическая уязвимость. Придется пройти, то есть формально, если мы туда внесем это исправление, то доверенность повысится и безопасность повысится, но формально это уже не будет доверенной средой исполнения. Какой для этого сценарий используется? Игорь, к слайде? Да, можно к слайдам вернуться? У нас немножко есть на эту тему. Вот, собственно, у нас тут немножко за рамками доклада, но на всякий случай оставили. То есть на самом деле доверенная среда исполнения начинается с доверенной загрузки. Вот здесь на слайде как раз сравнение двух систем, одна с доверенной средой исполнения. Она тут отмечена как квадратик с надписью DSE и другая без. И здесь мы видим, что в любом случае доверенная среда разворачивается средствами доверенной загрузки. Таким образом обновление также должно происходить безопасно. То есть мы получаем на устройстве какой-то пакет обновлений, он очевидно должен быть подписан. Эта подпись средствами доверенной загрузки должна быть проанализирована. Совершено обновление. Ну и, собственно, система запущена заново. То есть как обычно происходит обновление систем. Роман Катунцев. Референсная реализация к этому предполагается именно в самом стандарте? И разработка идет от референсной реализации или разработка идет от изначального плана, а потом реализация? У нас есть реализация доверенной среды, но она не референсная, она, так сказать, боевая. Мы ее планируем использовать в наших реальных продуктах, поэтому вряд ли мы ее опубликуем целиком, когда-нибудь в качестве референс. Какую-то часть может быть. Но в целом нет, не думали о том, чтобы давать какую-то референсную реализацию, потому что это внесет ограничения. Она будет в любом случае для определенной платформы, под определенное применение и так далее, и тому подобное. То есть любой разработчик, наверное, все равно будет исходить из своих потребностей. Дивянин Петр, Астролинукс. Такой глобальный вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько ваш опыт изучения предметной области доверенных сред разработки, собственно, опыт применения этих сред разработки свидетельствует о том, что вам нужно сделать национальный стандарт, то есть зафиксировать все это как лучшую практику, подразумевающую уже прям-таки требования к доверенным системам. То есть готовы ли вы действительно эти требования четко и жестко сформулировать на уровне национального стандарта? Или, может быть, имело бы смысл начать более мягкого жанра национального стандарта, такого как рекомендации по разработке, а потом уже по мере развития предметной области и вашего накопления лучших практик перейти к более жестким формам стандарта? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, мы готовы опираться на свой опыт в разработке доверенной среды исполнения в применении к мобильным системам. Естественно, мы, например, не занимаемся серверами и не готовы выступать экспертами и выдвигать требования, например, к применению доверенных сред в серверных системах. Поэтому, собственно, мы и попытались собрать достаточно широкую рабочую группу для обсуждения таких вопросов. И на самом деле сейчас, когда проект будет выходить на уже обсуждение на следующем этапе в подкомитете, то, естественно, готовы принять все предложения и постараться их максимально учесть в проекте стандарта. Лоси Сергеевич, а скажите, пожалуйста, предполагается ли общественное обсуждение среди этапности, что-то вы не назвали, а публикация проекта стандарта. Это первый вопрос. И второй. В дорожной карте по дальнейшим стандартам у вас требования по безопасности информации как-то в конце, на последнем месте. А перед этим, ну, я думаю, зависящие какие-то требования к безопасности информации, требования к аппаратной платформе, требования к операционной системе, к приложениям. Вот как-то с ног на голову, не кажется ли, что поставлено? Давайте попробую объяснить. Если можно, то хотелось бы вернуться к слайдам. Так было бы, наверное, нагляднее. То, что требования в списке стоят на последнем месте, не значит, что они последние как бы по важности. То есть the last but not the least. На самом деле требования безопасности должны учитываться при разработке и аппаратной платформы, и системной части, и прикладной, и так далее. Это, ну, понятно, просто в списке невозможно всех указать как-то единообразно. У нас есть… У нас есть схема, структура стандарта. То есть здесь, ну, здесь не надо читать, что требования, они последние. Они, наоборот, все объемлющие и должны охватывать функционирование ДСИ во всех ее компонентах. Вот, наверное, так. Я ответил на вопрос? Малюченький вопрос. Денис Медведев, базальт СПО. Доверие на среда исполнения. Доверие к кому? Доверие к среде. К кому? А у нас четверг. Видимо, пазл не считался, то есть не получилась шутка. Давай. Следующий вопрос. У меня, Михаил Шигорен, краткий комментарий по поводу безопасности не бывает много. Если помните, когда авиацию делали по принципу быстрее, выше, сильнее, пришли к тому, что опять дозвуковые штурмовики. Так вот, когда безопасности слишком много, то страдает то, что, собственно, должно делаться, и срывают нафиг гайку вместе с резьбой. Имейте это в виду. Второе. По части неполноты стандартов вспоминаем теорему Гюделя о неполноте формальных систем и понимаем, что это данность. Третье. По поводу того, что можно запихивать в аппаратно изолированные доверенные среды исполнения. Вот у нас в зале находится Антон Бондарев. Разработчик встроенной операционной системы М-Бокс. И мне кажется, что такая штука, которая умеет и на микроконтроллерах исполняться, и которая изначально нацелена, в том числе на цели безопасности, может кому-то допригодиться. У меня все. Все. Извините. Уже меня просили прекратить несколько вопросов назад. Один вопрос можно, да. Хорошо. Спасибо за доклад. Виталий Чепцов, Институт системного программирования. Вопрос. В каком стандарте вы предполагаете, будут определены требования к времени отклика доверенной среды исполнения? Это, в общем-то, кругольный камень, потому что вы в общих требованиях, ну мы, скажем так, в рамках доверенной группы определили требования по security части организации, но не обеспечили эту часть, которая будет гарантировать, что нам среда ответит за какое-то гарантированное время, что важно, например, при применении в ОСРВ. Вопрос понятен. Смотрите, на самом деле у нас уже существует требование к операционным системам реального времени, и мы намеренно не хотели вводить никакие требования реал-таймовости. То есть на самом деле в общих положениях есть такие нефункциональные требования, пожелания к быстродействию и тому подобному, но мы исходим из подхода security first, и если производительность страдает из-за безопасности, значит, не повезло производительности, безопасность на первом месте. Как применять, спрашиваете? Как применять в системах реального времени? Ну, не знаю, возможно, никак. Отличный ответ, кстати. Чаще отвечаете не знаю, не пытайтесь канцеляритом покрыть. Ну что ж, поаплодируем докладчику, у нас просто больше нет времени. Вопросов замечательно много. Коллеги, спасибо. Тема очевидно очень для всех интересная, мне кажется, очень правильная. И вот этот обилие вопросов показало, что аудитория готова прямо ринуться в бой. И вот то самое, про что я говорил наступительном слое, прямо вот давайте спорить. И ясно видно, что, скажем так, на мой взгляд, по крайней мере, это и мое личное мнение, но подход требует доработки и в области реал тайма, и в области секьюрити, и в области апдейтов, и в области еще 100 вопросов задавали. И поэтому, мне кажется, надо привлекать больше индустрию и науку, привлекать более активно. Вот то, что вы с самого начала начали, богатый пласт теоретических и практических работ остался неизадействованным. Ну, это же нельзя так делать, надо же учитывать наш собственный богатый опыт. Спасибо. И там еще один момент хотел ответить очень коротко, прозвучало в докладе, прозвучало про требования к безопасности вообще. И, на мой взгляд, это вот прямо очень-очень-очень важная тема, потому что, на мой взгляд, безопасность любая не может быть лучше, чем задание по безопасности. Ну, это простая тривиальная мысль, которую надо иметь в виду, а, к сожалению, она не всегда и не у всех в голове.